Было много гнева, много энергии Это было опасно 15 лет мне девочке нечего делать в таком месте И мне очень это нравилось Неблохо для девушки Я написал о Fast and Frightening как его вид движению Riot Girl Это забавная песня Снимает мини в коридорах Столько клиторов, что яйца не нужны Крутая девчонка Возможно у вас в школе была такая Она просто неуправляемая Ездит на заднем колесе на своем мотоцикле И так далее Впервые я это увидела, когда Беккерек из Лунчейк Подъехала на своем мотоцикле Она была такой крутой Я подумала, ого, вот эта девчонка Даже натуралки мечтали быть лесбиянками Она заезжала за одной из моих подруг Я подумала, боже, вот бы я была лесбой Покаталась бы с ней на мотоцикле, разлеглась бы Ты знаешь, что я мозгоправ, правда? Ладно Моя субъективная система взглядов влияет на формат интервью Я хочу исследовать две темы Первая тема касается музыки Меня крайне интересует отношение музыкантов к их музыке Я хочу узнать, как ты переночишь свой опыт в музыку Как твоя музыка имитирует кинетическую энергию твоего эмоционального опыта Какие звуки тебе нравятся и почему Как ты пишешь, играешь и выступаешь Во второй половине интервью мы сосредоточились на гендерных вопросах Ладно, в детстве я мечтала выступать на сцене Чтобы на меня смотрели так, как я смотрела на группы, которую я действительно уважала Не в том плане, что она такая милая, а рубить рок В детстве я так относилась к любым группам вроде The Rolling Stones Я просто... Я не думала, что Мик Джаггер такой милый Вот бы его поцеловать Я притворяла, что я Мик Джаггер Я помню, что когда только познакомилась с такой музыкой Я думала Интересно, каково это встречаться с этим парнем Он такой милый Но в какой-то момент это изменилось И я перестал мечтать о том, что буду встречаться с кем-то из них Теперь мечтал о том, что буду играть на гитаре, выступать Какое-то время в школе я была девушкой рок-звезды Я это ненавидела Помню, как я была с этапа горла Невозможно было находиться рядом с ним Когда он играл, ему уделяли так много внимания И я не думала Ох, мой парень такой крутой Его обожают Скорее, боже, почему я не могу меняться с ними встали? Я думаю, что это здорово, что женщины могут заниматься самовыражением Здорово, что есть духовная, умная в той или иной степени Политически активная женщина Которые прокладывают сейчас путь Джан-джеты, The Runways были первой волной этого движения А это очень сильная вторая волна И я думаю, что женщины-музыканты оставят свой след в индустрии 90-е годы И это неизбежно Талантливые и жесткие Дамы и господа, это L7 Что касается барабанщиков Я всегда хотела быть Китом Муном Но он всегда был моим любимым барабанщиком Я постоянно слушала The Hue То, как он играет Господи, хотел бы я играть так же Может, когда-нибудь научить Я бы хотел уничтожать установку за установкой Мы успеем сыграть еще одну Похоже, нет Я встречалась с вокалистом из Каус Расставание получилось очень тяжелым Потому что он был для меня всем Я наблюдала за него карьерой Казалось мне очень крутым В этом доме я научилась быть самостоятельной Перестала нуждаться в нем, чтобы творить Мне уже не нужен был творческий человек рядом За счет которого я и была бы креативной Пришло время начать творить самостоятельно Я решила, что гитары круче всего Я захотела научиться играть сама Конечно, я встречалась с парнями из групп И сильно им завидовала Я хотела играть, но слишком сомневалась в уровне своей игры Были знакомые парни, с которыми я могла играть Но ни одной девушке Наконец, устраивалась со своим страхом Можешь играть на барабанах, пока я играю свою музыку Я написала пару пейшин Я помню, много лет потратила, зря боялась От рехи на страхе было Я недостаточно хороша, чтобы играть с ними Найду ли я когда-нибудь кого-нибудь своего уровня У нас очень простые песни, пара аккордов И потом я начинаю играть мелодию, забывая обо всем Играешь ноты одно за другой, перебарщиваешь Иногда чем меньше, тем лучше Я просто перестала делать это, но не получается Погружаю с головой Иногда кажется, я слишком увлекаюсь Когда ты на сцене, на тебя смотрят люди Мысленно я всегда понимаю, о чем они думают Они думают, что это, что это, эта гитаристка выглядит такой нелепой деревянной Я стою на сцене и все это чувствую Мне кажется, они так думают и меня это напрягает ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Принадобилась пара лет, чтобы меня перестало тошнеть перед двух лет Это на сцену Однажды друг сказал мне Знаешь, ты очень энергичная И хорошо танцуешь Почему бы тебе не научиться играть на барабанах? У меня был один знакомый ударник Я спросил, а может ли он научить меня Играть простой ритм Парень сидит у меня и говорит Ладно Бей по тарелке, начинай Я начала делать это И просидела у него в комнате где-то полчаса Просто сидела и... Потом я немного попривыкла и стала играть так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо же, мне получилось, класс Все происходило довольно естественно Я, конечно, не стала за одну ночь Китом Муном Но я уже могла удерживать ритм И иногда даже добавлялась бьютки Меня беспокоило, что люди могут подумать В этой группе ударниц Девушка, она, наверное... И когда я стала учиться играть Больше чего мне хотелось Уграть на уровне так же жестко, как любой парень И когда я научилась играть, я стала просто... Долбить В определенный момент школик вам подходит и спрашивает Хочешь играть на каком-нибудь инструменте В окестре? Я выбрал барабаны Сначала мама заставила меня написать флейта Кстати говоря, традиция У меня было два варианта Сначала она заставила меня выбрать флейту, а я не хотела Да иди ты Это все равно, что сосать член Там было слишком много флейтистов Я стала барабанщицей И поверьте, когда они вызвали меня, они спросили Почему ты хочешь играть на барабанах? Обычно девочки на них не играют Учителя пытались отговаривать меня Советовали выбрать что-то другое И от этого мне еще больше хотелось играть на барабанах За несколько недель до этого L7 играли в клубе Mark В Мунфикс тоже выступили там с песней А за кулисами прогуливалась Джон Джет Я был в восторге, когда увидел ее Она такой человек, что неважно, фанат в ее музыке или нет Если вы женщина-рокер, вы должны уважать Джон Джет Потому что она проложила для нас путь Она ходила там, подталкивала меня локтем и говорила Когда мы играли в The Runways, в рок-н-ролле не было столько девушек Когда я заходил за кулисы, там не было толпы Девушек-косуха, которые реально умели играть Она ходила и повторяла Ого! Мы собрали группу в 1975 году 15-16 летние девочки У всех от этого снесло крышу Нам постоянно приходилось услышать всякое дерьмо Люди смотрели на нас, будто мы с Марса И после этой первоначальной реакции Люди обычно начинали бояться нас Они говорили множество очень негативных вещей И прессы, рецензии, простые прохожие Называли нас по-всякому Было очень обидно Но у нас уже была наша банда Благодаря группе мы не теряли рассудок Потому что были вместе Когда называют тебя сухой, шлюхой, лезвой просто Потому что ты играешь на гитаре или еще чем-нибудь Это уж слишком В тот вечер я постоянно была рядом с Данитой И улыбалась ей Я пыталась пообщаться со всеми Смеялась Потому что было очень весело, правда Королева рок-н-ролла Джоан Джетт Просто отпад Что значит тяжелая музыка? Это просто грохочущий звук Не знаю, когда я объясняю Это чувствую себя как спинал тэп Для меня это просто чувство Никакого глубокого смысла здесь нет, по-моему Мне нравится это Мне нравится, как моя музыка звучит Мне не нравится, как динамичный этот звук Потому что, возможно, так проявляется моя индивидуальность Диапазон звука становится шире Звуки как сэббет Это так Тяжелый звук и довольно страшно, но это хорошо Ну, я не так хорошо в этом разбираюсь, но мне нравится идея аккордов Для баса это звучит тяжело Мне нравится Я не знаю, как увлеклась этим Я даже не помню, где этому научилась Но я знаю, что люди так делают Звучит довольно странно и негармонично А потом добавляешь тяжести Я мало что знаю про джаз, к сожалению Я стараюсь думать о нем Дело в том, что им не нужно разговаривать Их личности переплетаются посредством музыки Потому что они знают, что делают И умеют импровизировать Это нормально Просто играют, мне это нравится Это как сияние личностей, странно Я люблю делать музыку, общаться с людьми С помощью музыки я могу общаться с ними и не разговаривать Просто стоим, играем музыку и это работает Иногда они работают, но так уже устроена жизнь Примерно так я и разговаривал Как эти картины? Потому что они... у меня не всегда есть идеи Я просто начинаю Меня всегда учили, что совершать ошибки это нормально Не надо их исправлять Возможно, удастся что-то сделать Ну и ошибки превращаются Во что-то превращаются И это всегда дает результат Хотя нет, иногда я отказываюсь от своих задумок Но определенные вещи в итоге нравятся Все это вечно подсознательно А потом становится сознательным И оказывается, это я и задумывала Знаешь, я подумала Ты берешь интервью у людей, которые пишут песни, поют А делают они это потому, что им вообще не очень нравится общаться с людьми Им нравится общаться, но это у них получается хуже, чем писать и петь Вот так Вот так Когда я трясу головой, начинаю чувствовать гораздо лучше Музыка, одна из моих любимых вещей Я становлюсь раскованной, когда играю и слушаю музыку Потому что это мое любимое занятие Когда я стесняюсь разговаривать с людьми Иногда просто не настроение Когда я смотрю на выступления группы Я трясу головой, волосы, лицо, не лезьте ко мне Я просто наслаждаюсь процессом Это лучше, чем разговаривать с людьми Мне больше по душе смотреть и слушать Живые выступления, чем общаться с кем-то Мне комфортнее это делать Когда мне было месяцев 9, была такая проблема Я залезала в буфет с кастрюлями и сковородками И начинала стучать ими друг от друга Маме приходилось огораживать кухню Или как там это говорится Чтобы я никак не могла туда залезть Потому что иначе я залезала в буфет, закрывала дверь и начинала стучать Все дела и стучала, как ребенок-аутист Единственное, что помогало мне не сходить с ума В подростковом возрасте Это постоянно погружать себя в состояние генетического транса С помощью спорта Это помогало забыть о проблемах И пасть супору У меня было так Если я просто держала все в себе Наступал момент, когда я не могла пошевелиться Чтобы окончательно не потерять рассудок Я просто занималась каким-нибудь спортом Отбивала теннисный мяч от стенки Я пытаюсь объяснить, почему мне так идеально подходят барабаны Когда начинаю играть, я могу сказать что угодно Могу сказать очень тихо или очень злобно И барабаны вроде как тоже поют, разговаривают со мной Иногда мне кажется, что люди тоже это понимают Определенные строчки в песнях Иногда меня не трогают И я думаю, да, мне нравится эта часть Меня всегда привлекала тяжесть Не знаю, в чем дело Этот звук, эти ощущения От них меня просто пробирает ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверное, это часть менее, которую тянет на самоубийство Часть, которая иногда бывает очень несчастна Часть, которая просто Можно назвать ее часть Эдгара Алана По Помешательство Да Я не боюсь, потому что я уже бывала в своей личной бездне Я знаю, как она выглядит, она отвратительная и страшная Но в то же время хорошее Все вместе Одновременно и Аддерай Это как принимать изменяющее знание наркотики В общем, ты погружаешься в глубины своего мозга Я знаю, как выглядит помешательство И хорошая часть пребезды И обе эти части одинаково интенсивны Одна очень страшна, другая позитивна Моя мащиха Мне не хочется говорить об этом Потому что сейчас она чудесно, она исправилась Но в детстве она ужасно со мной обращалась Наверное, это помогло мне стать такой креативной Я вечно была под домашним арестом Это положительно влияет на воображение и все такое Я не люблю говорить об этом, потому что она не верит, что было такое Она попыталась тереть через память эти эпизоды Но это правда, это значительно повлияло на мою жизнь Я попыталась дистанцироваться от этого Это необходимо, значит, ломаешься Мне часто говорили заткнуться, редко разрешали говорить Думаю, поэтому я теперь такая откровенная Стала полной противоположностью Мне всегда говорили, что нельзя Я была очень замкнута, не могла объясниться А если пыталась, мы ответ всегда считали неправильным Когда ты долго держишь ее себе, а потом пытаешься высказаться Получается вдвойне интенсивно Нормальный человек просто выразил бы свое мнение Например, вы ссоритесь с мамой или говорите Лично я думаю, что она высказывается, а не держит это в себе Не имею возможности что сказать Потом идешь к себе в комнату и думаешь, как можно было бы что-нибудь сказать Иногда я дергаю ногой Это происходит, когда я пытаюсь петь максимально громко Тебе нужна энергия, и ты встаешь на цыпочке, чтобы вытолкнуть звук Это способ извлечь как можно больше энергии своего тела И она начинает забавно сгибаться Если просто стоять на месте, ничего не получится Когда ты начинаешь кричать, ты словно перестаешь сдерживаться Ты просто заглядываешь себе в голову Что выйдет наружу, то и выйдет Я умею делать одну штуку Говорю себе, ладно, сейчас Позволяю природе взять над собой верх Я как будто впадаю в Францию И пробуждается твой естественный голос Это идет напрямую из мозга Я становлюсь предельно непринужденной, когда так поем Сначала я кричала определенным образом, высоким голосом Я сейчас не знаю, как назвать Бармачо Бармачо Готовы? Я играю очень быстро нисходящими ударами. Грязный стиль, на меня сильно повлияли ремоуз. Для меня очень важна скорость. Я работаю прям по шоу, это тяжело, но я могу это сделать. Мне нравится злиться, когда кажется, что вот-вот подерешься. Адреналин наполняет все тело. Я прям чувствую, как он бурлит во мне, это приятно. Я пишу песни так, обычно начинаю с текста, потом наигрываю мелодию на гитаре, я пишу текст, придумываю мелодию и выбрасываю текст. И получается песня. Тексты у меня обычно не очень добрые. Наверное, так я выплескиваю гнев, который копится во мне. Я знаю, это у меня с самого детства, так я от него избавляюсь. Я была человеком, который никогда не напрягал окружающих. Случается что-то плохое, я могу справиться с этим сама в одиночку. Я не делюсь этим, у людей свои проблемы. Кому нравится это слушать? Я использую гнев, чтобы писать музыку, он выполняет свою задачу. Как ты справляешься с ним? Сомневаюсь, что справляюсь. Мне нужен врач, однажды я запишусь на прием. Я даже не позволяю себе думать об этом. Я так глубоко закапываю эти высли, что иногда сама не могу найти их. иногда гнев – это вечер. Я предпочитаю гнев, с которым можно развлечься. Кому хочется злиться, если можно быть счастливой? Фу. Есть одна песня, называется Brumstick, песня про эмоции. И там есть такие строки – «Какой смысл врать, я тебе не поверю? Какой смысл плакать, если не становится легче?» Это как пробка. Так я выплескиваю эмоции. Мне это нужно, мне это помогает. Когда не очень язвимы и откровенны, когда тебе от этого не по себе, когда Леонард Коэн говорит определенные вещи, а вас передергивает от того, что кто-то вообще может что-то такое говорить. Для меня это просто «Вау, ничего себе!» Это здорово. Это не должно основываться на ненависти, это скорее самопожертвование, что-то католическое. Уязвимость чем-то привлекает, и чем сильнее проявляется уязвимость, тем привлекательнее. такая, когда ты действительно заливаешь душу, что-то типа «Ага, как вы на это отреагируете?» «Давайте, нападайте на меня, я так распятан на кресте вверх ногами» Это настоящая музыка. Я хочу выразить свои эмоции и опыт. Я не пытаюсь покинуть черную пустоту, я пытаюсь создать свет. Я пытаюсь создать свет. Пытаюсь исцелиться. С помощью какого процесса это может исчезлиться? С помощью мужчины, наверное. На данном этапе своей жизни мне показалось, что людям хочется узнать о моей боли. У них это вызывает болезненное любопытство, как обычно. Я хочу быть как Христос, и когда это говорит такой человек, как я, и людям, вероятно, сложно это понять. Во всем этом моя жизнь. После моей смерти взгляните на Ван Гога. Он мертв. Он влияет на меня. Эти мертвые подсолнухи отвечают на все мои вопросы. Плодовитости именно на паузе, которые могут у меня возникнуть. Я не хочу показаться какой-нибудь охуенно крутой. Посмотрите на нас, мы такие крутые. Я скорее хочу казаться ненормальной или умственно отсталой, чтобы люди принимали меня на таком уровне. Понимаете меня? Я не хочу, чтобы меня уважали за мою крутость. Я просто ненормальная, блядь. Если у меня какая-нибудь нелепая одежда, я чувствую себя более свободной в плане щекнутости. Понимаете? Я могу шею вести, как он сын отсталая. Сходить с ума, спотыкаться, трясти вот так головой. Потому что это тупо. Ты вообще не причесываешься? Нет. У тебя есть розовая помада? Нет. А надо? Да. Розовая помада. Помада? Так. Я хотел выглядеть уродливо. Тупо. Тупо. Я делаю своей музыкой всю жизнь. Меня интересует только моя группа. Больше ничем не хочу заниматься. Но если ничего не получается, то все усилия, которые ты потратил, все это сводится к вашим выступлениям. Так себя чувствует и студийная, и живая группа. Все сводится к этому. И если у вас ничего не получается, кажется, что время было потрясено зря. Иногда я бываю очень подавлено. Это страшно, потому что мне просто хочется напиться. Я ухожу со сцены и думаю, я так больше не могу. Мне кажется, что я пережила так много странного дерьма. Я уже даже не знаю, кто я такая. Сижу в своих ботинках, смотрю на них, и мне не хочется раздеваться. Я отождествляю себя со своей одеждой. Мне мне комфортнее. Наверное, поэтому мне захотелось надеть татуировки. Я отождествляю себя с ними, и мне так удобнее. Потому что половину времени я не знаю, кто это Кабли. Возможно, я хотела бы стать куклой. Некоторые куклы очень странные. Все они разные, и все вроде как символизируют людей. Они невинные, но они не могут себя захитить. Но куклы всегда ваши друзья. Вы не избиваете их до полусмерти и все такое. Обычно о куклах всегда заботятся. Они разберутся со всеми, кто в них не верит. Думать у кукол не чувствуют. Те, кто предает других, вероломные, лживые люди. Куклы им обязательно отомстят. Это очень круто. Внимание, дальше выступают модвэмэн. Некоторые из наших песен посвящены друзьям, которые погибли из-за наркотиков, спида. Людям, которые покинули этот мир. И когда мы исполняем эти песни, я чувствую, что они с нами. Я чувствую, что мы живем ради них, ощущая нашу совместную кинетическую энергию. И как будто мы вызываем духов. Это что-то первобытное, сверхъестественное, шаманское. Открывается ворота. Сраному ковбою надо 8 секунд продержаться на быке. Но я думал о том, что жизнь очень коротка. Надо ценить каждый момент, а не бездействовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иногда я пытаюсь получить орган, получить гитары. И как успехи? Я была очень близка, но песня слишком короткая. Было здорово, но меня заметили Мадвейн. Кажется, это было Бэмби. Она все поняла и спросила, а что ты делаешь? Ничего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Музыка действует на тебя определенным образом. Когда начинается какой-то момент в песне, ты всегда двигаешься вот так. Например, какая-нибудь гитарная партия заставляет тебя содрогнуться. И каждый вечер на протяжении 9 недель вы так дергаетесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это что-то естественное внутри вас, что реагирует на такую музыку. Музыка заставляет вас двигаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Когда ты на сцене, все становится одним человеком. Зрители, понимаете? Лишнее я обожаю выходить на сцену и вести себя календурой. Внимание. Ого, это офигенно. Молодости мне не хватало внимания. Все смотрят на меня и думают, кажется, она хорошо проводит время. Думаю, в детстве меня просто редко слушали. Когда я на сцене, я могу самовыражаться и делать это убедительно. И люди меня слушают, потому что я стою на этой метровой платформе и возвышаюсь над ними. Значит, я точно важнее, чем они. На сцене все важны. Болюмия Бэнкет была такой жестокой группой, потому что это смесь глупой музыки с жестким агрессивным панк-роком. Люди слэмились или дергались, как тупые панки или скинхеды. А потом бит меняется, ритм меняется, и они не попадают в него, еще не могут сделать. Поэтому нам в группе приходилось вдуваться за них на сцене. Сложно добиться энергетики от толпы, которая сбита с толку. Когда ты делаешь это и видишь людей в толпе, которые повторяют за тобой или подпевают, кулаки подняты над головой и так далее. Звучит банально, но иногда это очень трогательно. Двойная победа. Я выпускаю пар, а мое самолюбие тешит тот факт, что люди тоже выпускают пар под мою музыку. Вы здесь были на концерте, где от группы вам начисто стучит голову. Невероятно. В следующий день ноет шея. На теле ушибы, но вы отлично провели время. Когда я вижу, что люди так реагируют на нашу музыку, я чувствую, что мы все делаем правильно. Мне нравится, когда толпа становится энергичнее, чем мы. Это мои любимые концерты, когда люди ведут себя как полные идиоты и ведут себя совершенно недостойно во всех смыслах слова. Для меня это просто улет. Я очень надеюсь, что какая-нибудь девочка возьмет руки гитары и скажет, «Л7 отстой, я могу играть лучше». Моя мечта сбудется. Донна, нам нужен бит. Добро пожаловать на первый ежегодный фестиваль Riot Girls. Мы Чоптэнк, мы из Арлингклана. В разгар подготовки я купила номер Ла Векли и прошла статья о движении Riot Girls. Я решила поехать в Вашингтон на их первый ежегодный фестиваль, чтобы понять, в чем суть Riot Girls. Наша барабанщица только вчера научилась играть эту песню. Когда мы впервые выступали, пришло много Riot Girls девчонок, и все нас поддерживали. Было очень классно. Группа появилась, потому что мы знаем, что нас в любом случае поддержат. Это здорово. Без Riot Girls мы вряд ли бы это сделали. Я бы это точно не сделала. Хорошо знать, что люди поддержат себя в любом начинании. В третьем классе я ничего не знала про панк. Я просто знала, что не хочу быть в окружении людей, которые называли меня ниггер. В какое-то время я пыталась переноровиться, но не смогла. И не захотела общаться с расистами. Я не хочу быть вовремя. Продолжение следует... 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 Как ты будешь относиться к своему телу после родов? Думаю, с этим просто надо смириться. Я не собираюсь заводить детей. Поэтому у нас есть шутки, от которых хочется заниматься сексом, чтобы мы плодились как тараканы. Когда речь идет об этом, мы ничем не отличаемся от тараканов. У меня вообще нет материнского несинкта. Я даже этой кошке не мать. Я ее глажу, она мне нравится, но я и не мать. Сложно отличаться от всех. У нас учатся, что надо вести себя определенным образом. Когда не получается, ты думаешь, что с тобой что-то не так, что-то неправильное. Это невероятно больно. Белогические часы тикают, не пора ли мне выходить замуж? Эти факторы действительно давят, но когда мне хочется сдаться, я чувствую, что это не я. Меня просто этому учили. Я не знаю, что чувствуют другие женщины. Это всегда было моим своеобразным мрачным секретом. Я не могла делиться им с большинством женщин, потому что мне всегда кажется, что я одна такая. Чтобы справиться с этим, надо иметь стержень, быть жесткой. Говорить себе. Я знаю, что я делаю. Нужно уважать свои взгляды на жизнь. Вот чего я добиваюсь. И только так я буду счастливым, хотя всегда есть сомнения. Я очень стеснительна и не уверена. Сложность в том, что иногда приходится притворяться кем-то, кем ты должен быть. Притворяюсь я или нет, я себя устраиваю. И это позволяет мне не терять самоуважение. Иногда я чувствую себя сексуально подозреваемой. Когда я была подростком, я сомневала свою ориентацию. Я парень, я веду себя как парень. Но у меня были подруги, которые вели себя так же, пока она мне не исполнилась лет 15-16. А потом внезапно они начали подавлять себе эту сторону. Это маскулинное начало. Они стали задумываться, как надо себя вести. У меня были буйные подружки. Но в определенном возрасте они перестали быть буйными. Я не могла понять, почему. Думала, что со мной что-то не так. Из-за моего феминистского воспитания. Было время, когда я думала, что мир изменится, и у нас всех будут карьеры. Это будет красиво. Но я чувствовала себя странно. У меня никогда не было парней. Я лесбиянка. Или мужчина, застрявший в женском теле. Что со мной? А сейчас мне все равно. Я делаю, что хочу. Я всегда была пацанкой. В шестом классе у нас была пробежка 45 метров, 70 или что-то такое. Но мне не было лифтика. Директор увидел это и приказал мне надеть него. Вызвал в кабинет, пообщался с моей матерью. Для моей матери это было ужасно, потому что она позволяла мне делать все, что захочется. А он говорит. У нас здесь приличное общество. Оно должно одеваться, как юная леди. Такое ощущение, что он обращался ко мне. Очевидно, что с тобой что-то не так, поэтому ты должна подавить это. Я скажу, что с тобой не так, а ты исправь. Это и мы не будем к этому возвращаться. Люди в кабинете обсуждали мою грудь. Я ничего не могла поделать. Они обсуждали это без моего разрешения. Просто безумие. Папа жалел, что у нее родилась дочка. До прошлого года мы с ним толком никогда не разговаривали. Мы с ним никогда вообще не общались. Думаю, что потому я не была такой дочкой, как у которой должна была быть. Я не носила розовое платье и туфли. Не завивала волосы. Не использовала косметику. Я всегда была просто с собой. Насколько я помню, я в основном общалась с парнями и много слушала музыки. Мне кажется, что поскольку теперь общественность нас принимает, то и мой отец стал спокойнее к этому относиться. Что касается мужчин, бывает, что я знакомлюсь с кем-то. О, это особенный человек, интересный, бла-бла-бла. Я ему нравлюсь. Я должна ему понравиться. Ему ничего не получается. Я думаю, какого хуя? Вот она, детка. Иногда я вижу, как классный парень начинает встречаться с пассивной, красивой девчонкой, которая ничем особенным не занимается. Возможно, им хочется чувствовать себя важными, встречаясь с незрачными людьми. Может быть, им со мной не совладать. Мне нравится выглядеть, будто у меня нервный срыв. В стиле «Что случилось, Бэби Джейн?» Мне кажется невероятным, когда интересному парню я тоже кажусь интересной. Не может быть. Меня удивляет, что такие люди до сих пор существуют. У меня недавно был парень. Мне кажется, я спугнула его, потому что я шумно и ругаюсь, не межащие мужики. Думаю, некоторых это отпугивает. Давай, сделай это, идиот! Я начинаю думать, возможно, мне стоит взять себя в руки. Печень называется «Магдалина». Не важно, чтобы меня как женщина воспринимали всерьез, чтобы я могла высказываться и выбирать, чем мне заниматься. Один друг сказал историю Марины Магдалины. Она с Христом были друзьями. И после своей смерти он говорил с людьми ее устами. И никто ей не верил, потому что она была шлюхой. Субтитры создавал DimaTorzok Никто ей не верил. Ты не можешь быть избранной, ты шлюха. Думаю, я одна из тех, кто всегда считался городской сукой, городской шлюхой. А через 10 или 20 лет кто-нибудь скажет «Нет, она была не такая». Я пыталась прийти к компромиссу с окружающим миром, а также разрушить определенный стереотип. Ведь я так неуверенно чувствовала себя из-за этого стереотипа. Я не хотела вести себя стереотипно. В то же время я знал, что если я буду выглядеть запущенно, как лесбиянка или просто хишка муныла, меня бы это устроило, ведь это мое чеславие, оно легендарно. Но мне казалось, что эффективнее будет создать другой образ. Посмотреть, что получится. Я была блондинкой, красиваясь. Мне приходилось поддерживать свою группу танцами и притворяться этим нелепым стереотипом. Поэтому я встал на каблуке и наделал белые туфли, лудочки и парик. И так далее. Я просто придумал что-то свое. Я была увлечена идеей того, чтобы казаться обычной, страшной, что такое красота, тщеславие соперничается среди женщин. Весь этот культ поклонения красоте и нелепость. Хотя отчасти я сама в этом виновата, но я пыталась бороться с этим, я никогда не сдавалась. Ты красивая! Боже, я не могу поверить, что ты это сказал. Знаешь, сколько у меня сейчас прыщей? Пять? У меня месячная. Чё, ты считаешь меня красивой? Я не жестоко. Я не веду себя жестоко. Я не хочу, чтобы ко мне относились жестоко. Неважно, какие эмоции я вызываю. Если ты к такому не привык, не привык к разрушению стереотипных образов, это нормально. Но люди реагируют слишком жестоко. Я всегда провоцировала подобных ребят. Они отстойные. Они портят вещелье батанам, как и девчонкам, так и парням. И другим некрутым людям. Самодовольные кости, подонки, что ты скажешь. Они приходят, чтобы разозлить себя. Говорят, что у них стояк, просят показать сиськи. Называют уродиной, шлюхой и тому подобное. Это смешно. Я в основном просто смеюсь. Люди называют меня Дрэк Квейн, Пидором и так далее. Но я мужчина, я это знаю. Я крашусь, но это не делает меня женщиной. Большое спасибо, что пришли. У нас еще есть пара минут, чтобы вручить подарки. Как мы обещали, два великолепных приза. Итак, сейчас мы ищем одного мужчину с бритыми подмышками. Бритые подмышки, давайте, парни. Мы знаем, что вы там, дорогие, это нормально. Лысые подмышки, держи. Важно избавиться от этих разграничений, потому что это загоняет людей в тесные рамки. С момента, когда ты вылезаешь из утробы, и даже если твои родители достаточно клевые, и не достают тебя с разговорами о гендере, ты все равно ходишь в школу и все такое. Это повсюду. Мальчики налево, девочки направо. И когда люди с этим сталкиваются, это вызывает у них беспокойство. А теперь нам нужна женщина с волосатыми подмышками. Показывай, милая. Я покажу. Здесь? Да, не обманула. Я могу ходить в таком виде на концертах групп, вроде Lone Hicks, L7. Да, потому что на определенные концерты я просто не пойду, не хочу напрягать людей. Мужчина или женщина? У них на концертах безопасная атмосфера, безопасная обстановка, они готовы принять всех. А если на концерте что-то начинается, например, какой-нибудь скинхед называть тебя пидором, таких всегда меньшинство, если это начинается, Lone Hicks просто останавливает шоу. Забудьте, мы закончили. Раз ведете себя как идиоты, мы больше не будем играть. Все должны так поступать. Даже в Нью-Йорке на улице ко мне с друзьями могут пристать. Я бы ни за что не поехал в метро, даже в футболке и джинсах, потому что это всюду. В Бруклине меня называют уродом. Это опасно. Люди очень жестокие, они боятся нас. Зачастую это начинается дома. Женщины начинают подавлять свою физическую, агрессивную сторону, которая есть у всех. А мужчин учат подавлять чувственную сторону, не плакать. Иначе они не мужчины. Чем больше я об этом думаю, это абсурд. И отрицая эту сторону, ты оттекаешь половину своей личности. Лично мне выходить на сцену, активно двигаться, выкладываться на полную, много потеть, звучит не слишком женственно, да. Но я считаю это очень сексуальным. Играть там, давать себе волю, обливаться потом. Это очень важно. И множество других девушек могут и хотят это сделать. Возможно, их друзья насмехаются, когда они говорят, что хотят создать группу. Но это часто бывает. Не надо им уступать, говорите. Мне надо срать на моей жизни, я это сделаю. Рано или поздно эти сцены рухнут. Им придется. Сейчас люди очень воинственные в этом плане. И не только женщины, многие мужчины тоже требуют справедливости для женщин. Девчонки рубят не хуже парней, и анатомия не играет роли. Какая разница, они просто играют музыку. Это все, что нам нужно. Мне все равно, девчонки, это даже и хитросиндисты, и с пенисами, мне плевать. Если они умеют играть, и у них есть характер, мне это достаточно. Пол роли не играет, девки уверены в себе. Адреналин. Сейчас у женщин гораздо больше возможностей, и сейчас они могут наконец реализовать свой потенциал. Раньше в состав большой части успешных ругрупп ходили в основном мужчины. А теперь пора бы женщинам взять все в свои руки. Общественно шокировано тем, что женщины тоже могут мощно рубить срок. Кричать, вопить, говорить то, что действительно думают. Это возбудительно, ведь они никогда этого не делали. Ну, была Патти Смит и еще парочка. Но их было очень мало. А сейчас пошла целая волна, люди самовыражаются. И идет атака на психику общественности. Многим хочется высказаться, и не всегда это приятная вещь. Приходится иметь дело с еще одним аспектом человеческих чувств. Нас часто спрашивают, вы такие злые, почему вы всегда такие злые. Но они не понимают, что таким способом мы справляемся с гневом, и это здоровый подход. Мы не ведем себя негативно. Мы хотим, чтобы зрители достигли катарсиса вместе с нами. Мы не говорим, давайте злиться и вести себя негативно. Этого нет. Почему людей так интересуют девушки, которые едва успели взять руки к гитару? Это потому, что им хочется посмотреть, как стриптизерши играют на гитаре? Или потому, что им хочется, чтобы их сестры добились успеха и могли самовыражаться? Раздражают, когда вешают реверлоки. Прессы часто используют их против нас, если они не могут нас понять, не видят женской чувственности, они называют нас злобными девушками. Полное противоположность, чтобы создать еще один стереотип. Есть красивая женственность. А есть злобные девушки, готовые надрать зад, как в фильмах Расса Мейера. L7 очень разносторонняя группа. У нас есть чувство юмора. Мы злые, политически осознательные, нам похуй. На выпускном меня выбрали королевой балой, и это было просто невероятно, потому что я выглядел отвратительно, если смотреть на это стереотипно. Я стала королевой балой. Для меня это значило, что не нужно выглядеть определенным образом. Не нужно носить одежду по фигуре и краситься, чтобы быть красивой. Женщина – это не только ее внешность. Надеюсь, что я буду жива из-за странного момента, когда группа сможет быть просто группой. Ну, бы хотелось, чтобы люди не знали, что я женщина. Было бы здорово, если бы появилось больше толстых и уродливых женских групп. То есть, мне бы от этого стало лучше. Когда вы видите толстую женщину на сцене, одету во что-то очень впечатляющее, и странный аксессуар акцентирует внимание на ее фигуре, думаю, это очень сильно влияет на зрителей. Возможно, им это отвратительно, но они втайне ей завидуют. Внимание, уделяемое внешности, считается, что надо соответствовать определенным стандартам. То, как я выгляжу и ведусь себя на сцене, всегда совпадает с тем, какого я себе мненияю. Это шоу. Это мой способ отыграться за то, что в старших классах я всегда была непривлекательной дурацкой девчонкой. И в младших классах, и в детском саду. Это как терапия. Способ выйти за ранки застенчивости. Однажды я выступала в Англии. Тот сказал, Ты жирная тварь. Я решила ему подыграть. Я сказала, Да, жирная. И чё, я, блядь, жирная. И начала развивать эту тему. Я надеру твою точную жопу. Иди сюда и скажи мне это в лицо, что я жирная. Я за кощакунд все крупные люди в зале. Не буду называть их толстыми. Начали сходить с ума и орать о всё горло. Когда я пошла в гримерку, за мной шла свит из крупных парней и девушек. И остаток вечера они стояли у входа. Ну да, блядь, мы тоже толстые. Обычно, когда слышишь поющих женщин, у них такой голос. Такого плана. А я бы хотел, чтобы женщины пели так. Как когда Бекки поёт. Вам всегда захочется видеть то, чего вы обычно не видите. Меня это завораживает. Я думал о вещах, о которых прежде не думал. Пытался вообразить что-то, что никогда не видел. Представить что-то, возмудительное, кардинально отличающееся от того, к чему я привыкла. Большинство моих рисунков тревожное. Тошнотворное, изнанка того, что мы видим и слышим. Посмотрите. Некоторых людей это очень пугает. Особенно дерьмой пердёшь. Некоторые слабаки говорят. Что? Мне не нравится. Людей это оскорбляет. Ну а что? Люди с рук и пердят. Смиритесь с этим. Я уже много лет одержана черепами. Они кажутся мне красивыми, но это явно не единственная причина. Не уверена, что знаю, в чём дело. И не знаю, что значит эта штука. Я сама нарисовала этот эскиз, я точно держала глазами. Женщина должна быть красивой, любить милые вещи, кружева. И я решила стать полной противоположностью. Чем больше концерт, тем глупее я себя веду. Когда ты женщина, все привыкли думать, что тебя волнуют сиськи, волосы, макияж. Я ничего не могу поделать. Хочу выглядеть глупо, чтобы сломать этот стереотип. Я всегда считал из себя кем-то вроде дрэг-квин. В жизни я стараюсь быть как можно анонимнее, когда выхожу на сцену. Я могу надеть, что качлёй, никто не может к ним прикоснуться. Сама я снимаю феймы про гендерную принадлежность. Это способ вести диалог с собой, узнавать больше о гендере, освобождаться от сложившихся социальных определений сексуальности, научной и биологической. Говорят, существует около 20 гендеров, о которых люди даже не догадываются. Гендерная принадлежность может быть самой разной. Гендеров не два. Ой, ещё я восхищаюсь маленькими девочками. Дети такие андрогинные. Это невероятно. Это как поклонение богине плодородия. Она современная богиня. Это Эдит Масси в образе тёти Иды из фильма Джона Уотерса «Женская проблема». Это бесстыдная женственность, ничего общего с классической красотой. Она не боится и не извиняется за свой взгляд на женственность. Я восхищаюсь ей. Антигомогенный подход. Кажется, только в наше время гомогенность предпочитаемый образ жизни. Быть таким, как все. Я бы не смогла быть в группе с обычными девчонками. Нет уж. Было бы скучно. Мы справляемся вдвоём. Нам весело. Псеры гают, пердят, плюются. Я могу делать, что хочу. Мне не будет стыдно. Держу тебя на напряжении. Если тебе это кажется мерзким, где нахуй. Однажды мы с подругой ехали в метро. Она хрупкая девушка. В вагон зашли двое парней. Один из них, здоровяк, начал на нас наезжать. Она взяла и плюнула ему на руку. А он плюнул ей в лицо. Я без раздумий схватила его и вытолкала через пассажиров к концу вагона. Ударила в стену и начала сбивать. Он был в шоке. Маленькая девчонка способна на такое. Я вышинула его из вагона. Он заслужил свои синяки. Я бы тоже хотела выйти и снять футболку. И мне не приходилось бы париться о том, что видно мою грудь. Меня это серьезно бесит. Я хочу просто раздеться. Странно, что это порицается. Не хочется, чтобы тебя считали сексуальным объектом. Но мне бы хотелось, видите, показать сиськи и при этом держать в руках бензопилу. Это бы идеально сочеталось. Мне не нужно прикрывать свое тело и выглядеть как мужик, чтобы быть сильный как мужик. Мне не нравится моя большая грудь. Ее даже не накачать. Это очень язвимая штука. Я могу плавать милю в день, накачать все части своего тела. Но эти штуки все равно останутся чувствительными. Это не мускул, это плоть. Мне нравится моя грудь только когда я в постели. В эти моменты мне нравится быть женщиной. Когда я с кем-то, кому доверяю, тогда я чувствую, что могу быть женщиной. Я не чувствую себя в безопасности, как женщина, когда хожу по улице. Мне кажется, что мной могут воспользоваться. Я не собираюсь терпеть какого-нибудь мудака на улице, так что я лучше буду выглядеть андрогеном. Но дайте мне возможность почувствовать себя, комфортно, быть хрупкой, эмоциональной. Дайте мне такую возможность, но я действительно должна доверять вам. Это свобода, когда не надо постоянно в кого-то обороняться и защищать себя. Когда можно просто открыть свое сердце и раздвинуть ноги. Это часть того, что делает тебя женщиной. Ты пускаешь кого-то в себя, ты уязвима. Поэтому я не трахаюсь теми, кому не доверяю. Я занимаюсь тем, что изучаю свою мужскую сторону. Я посвятил этому жизнь. Даже то, какому полу мне хочется принадлежать. Надеваешь члены, хочешь трахнуть женщину, как мужик. Я пытаюсь относиться к миру, как это делал бы мужчина. Чтобы просто жить и избегать всех этих ограничений, которые мешают женщинам. Если оценивать кого-то исключительно по внешности, она может быть очень мужественной. Но у меня есть и женские качества, они просто не на виду. На днях моя подруга шла по улице, подошел парень и схватился за грудь. Прошу прощения, зачем ты это делаешь? Потому что ты сильнее, чем эта девушка. И ты знаешь, что она не может тебя ударить, навредить тебе. Ты бы подошел к какому-нибудь парню и схватил его за грудь? Нет, не подошел бы, потому что он бы тебя вырубил. Самое нюзительное, это когда какой-то незнакомец трогает тебя. Это чертова интимная часть тела. Когда я была моложе, я обрела голову. Я хотел выглядеть как можно уродливее для людей, которые так себя ведут. Только так они оставляли меня в покое. Это полицейская дубинка. Мне ее подарили, такую нельзя купить. Можно замахнуться и ей кому-нибудь вырубить. Или держать ее вот так. Она очень жесткая. Если ударить кого-нибудь по голове, они точно потеряют сознание, а может и умрут. Если ударить в нос, можно и убить. После того, как я посетила фестиваль Riot Girls в Вашингтоне и выяснила, что задачи движения осуществляют личностные и социальные изменения посредством выявления расизма, классицизма и сексизма, а также расширения прав и возможностей женщин залечивания эмоциональных, физических и сексуальных ран с помощью собраний, семинаров, фэнзинов и музыки, я подстриглась две недели назад, чтобы выглядеть в темноте как мужчина. Потому что если мужчины решат, что я мужчина, они не будут ко мне лезть. Если я вижу кого-нибудь, мужчину или женщину, я прикидываюсь хименом, чтобы меня не обидели. Нет! Разговариваю как мужчина. К нам в школу приходили Riot Girls, обсуждали сексуальные проблемы. Меня изнасиловали в пятом классе вроде. Я держал это в себе и когда пришли к нам в школу, заговорили об этом, я буквально взорвалась. И если кто-то подходит к вам и делает это, смотрите ему прямо в глаза. и вежливо говорите «Убери свои руки от моего тела! Отойди!» Что для тебя означает Riot Girl? Женщины собираются вместе показывать свою силу, чувственность и слабость. Это в комфортной обстановке. А если это не сработает, режьте ему по яйцам. Возможно, в следующий раз он подумает дважды. Это место, где можно побыть слабой, и при этом никого... здесь можно быть открытой и доверять окружающим. Мне очень страшно. Ты должна быть благодарна за то, что я делаю. Когда ты поздоровеешь, ты не будешь нравиться короням, потому что им не нравятся ебаные шлюхи вроде тебя. Хватит, папа. Мне было три года. Отец зашел в мою комнату, чтобы уложить, спать и прочитать сказку. Он ничего не прочитал. Он связал меня. Я голая. И он... Он... Ты должна пообещать, что никому об этом не расскажешь. Он достал свою... свою штуку, положил ее в меня, в мой рот, в мое тело. И это было больно. Больно. У меня ожоги. Шрамы. У меня есть тело, но это не мое тело. Спасибо. Эрика, я люблю тебя. Люблю тебя, Лора. Почему существует женоненавистничество? Представление мужчин и женщин. Многие мужчины вообще не могут общаться с женщинами. Они могут взаимодействовать с женщинами, только через секс и контроль. И если они не могут управлять нами, то они попытаются убить нас. Изнасилование это один из способов контроля. мужчины и женщины две стороны одной медали. Я думаю, что проблемы начинаются, когда люди перестают обращать внимание на свою вторую сторону. Очевиден раскол между полами. Естественные отношения между мужчинами и женщинами так возвращены социальными условиями и религии. Религия должна за мной здесь. Я не верю в Бога. Религии придумали представители власти. Таким образом они контролируют население. Такие отношения типа повелители-слуга всегда будут работать. Один человек смотрит, второй делает. Это идеальные отношения, но это неправильно. Людям хочется вознести кого-то на пьедестал и благотворить их. Поэтому существуют разные рок-звезды и кинозвезды. Большинству не хочется бунтовать. Для них это уже фактический инстинкт быть овцой. В детстве у меня были худшие образцы для подражания среди женщин. Повсюду женщины, но я не хотела быть похожа на этих суп. Совсем. Когда я создала группу Фрайтвих, все изменилось. Это было что-то новое. И мне нравилось трахать людям мозги на тему женщин-образцов для подражания и того, чего от нас ожидают. Это человеческие представления о красоте. Тогда это было очень важно для меня. Наверное, поэтому я все еще не наштачиваю место как женщина. Я была слишком маленькой. Мне понадобилось родить дочь, чтобы полностью изменить свое отношение к женщинам. Я всегда знала, что женщины сильные. Но чтобы принять то, что они могут быть действительно... женщины нормальные. Я женщина, я нормальная. Мне уже ничего не надо доказывать. У меня сложилось представление о себе и как о разумном существе на этой планете. Теперь я в своем теле. они создали рок за свободу выбора. Пожалуйста, как следует поприветствуйте. L7. Так, эта песня посвящается Джорджу Бошу, а также уебкам из операции спащения группы противников абортов. Эта песенка называется Shed List. Один, два, три. Возьмите на выборы свой ебаный список. Мне просто кажется, что я должна реагировать на такие вещи. Это единственное, что я могу сделать. Написать песню. Но также мы стали больше заниматься благотворительностью. Организуем мероприятие за свободу выбора. Занимаемся борьбой со спидом в рамках Act Uplay. Можно этим также делать что-то связанное с выборами. Они в этом году. Раз уж у меня есть кое-какая власть, я буду ее использовать. Республиканцы определенно используют их. Передо мной микрофон, можно и пообщаться с людьми. Сегодня развлекайтесь, выпускайте пар. Но завтра надо голосовать, раз уж такое дело. Сделайте так, что этого не случилось с вами. Я не чувствую себя беспомощной. Мне не надо притворяться слабо, если я захочу, я сделаю. потому что очевидно, что я могу. Я так знаю. Мне никогда не мешал тот факт, что я женщина. Скорее помогал. Я хотела стать кем-то, когда вырос. Я росла в 70-е. Кем я могла стать? Кинозвездой. Они произносят текст, который написал тот другой. Писателям. У меня отсутствует дисциплина. Рок-звездой. Вот кем я хотела стать в детстве. Все началось с Рануэйс. Я хотела создать группу. Я хотела быть мозгом операции, играть музыку. Старая подруга пришла на мой концерт и весь вечер говорила, женская версия Джима Моррис. Кортни, ты должна делать это ради детей. Ты Джим Моррисон. Никакой я не Джим Моррисон. Как женщина может быть Джимом Моррисоном? Джим Моррисон был сексуальным объектом для женщин. Мы придумали рок-н-ролл, чтобы превратить мужчин в секс-символа, чтобы мы могли ходить и вяжать из-за этих недоступных капитанов футбольной команды. Ты сказала, что ты не можешь быть Джимом Моррисоном. Ну, кем ты можешь быть? Неопределенным архетипом. Это опасно. Никто не знает сути. Я не оставляла свою сексуальность на пороге. Когда я кричу со сцена, она в моих криках, как и вещи, символизирующие то, к чему нам так уж сложилось исторически принято стремиться. Губная помада, волосы, ноги, щички. Я не буду мужественной, хотя, отчасти, мужественная, но и очень женственная. Я хотела приз. Возможно, я его получу. Если не получу, я немного расстроюсь. Но я займу свое место в эволюции, как ориентир, благодаря которому кто-то получит приз. И этим призом будет корона, которую мужчины передают друг другу в истории рок-н-ролла. Приз – это получить корону и все, что к ней прилагается как женщина на женских условиях. Я хочу сильно повлиять на культуру. Бля, если я умру, не написав две, четыре гениальных рок-песни, пизду, я не знаю, зачем я это дожила. Не вредите себе, не разрушайте себя, не колечьтесь, чтобы получить капитана футбольной команды. Станьте этим капитаном. И все. Это очень просто. Чемене реализованного потенциала – это определенно мой главный страх жизни. Моя группа – это мощное женское объединение, но это не для всех. Но лучше всего на свете – это встречать женщин, которые в состоянии это почти. Как будто пробуждая что-то у них внутри. О, смотрите, что они делают. Я тоже так могу. Поэтому я не хочу говорить, мы рок-звезды. Смотрите, мы так крутые. Нет, мы такие же, как вы. Все, что мы сделали, это основали группу. В этой жизни вы можете делать, что захотите. Я верю в это. Главное – знать, что вы это можете. Когда ко мне подходят, говорят, ребята, вы так круто было на вас смотреть. Это значит, что я сделал свое дело. Раскрыли кому-то глаза. Я помогла понять, что что-то женщине, которая из этого ебнутого мира даже не подозревала, что может делать все, что угодно. Я проголодалась, пора пировать. Я не могу сказать, что среди наших же зрителей хотя бы 30% женщины. Мне кажется, их еще слишком мало, но они дают о себе знать. Мы видим, что они там, и они принимают активное участие. Оно не ограничивается тем, что они стоят и держат куртку своего парня, пока он сломится. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok